Слушайте меня внимательно! Замолчи, я буду их защищать! Мне так неловко за эти слова! Перестань! Я со всем справлюсь! Я всех защищу! Ох, как я люблю ананас! Чего ты кидаешься? Скорее, иди сюда! Давай покушаем! Это йогурт? Ого! Это ведь йогурт? С ума сойти! Все, думаю, разговора не получится! Смотри, здесь даже мед есть! Я только что покушал! У меня был сытный ужин! Я съел кимбаб с моцареллой! А это просто безумие какое-то! Очень вкусно! Ух ты! Еще я обожаю ананасы! Чан, тебе бы похудеть! Лайфхак, как отбить две порции! От фруктов не толстеют! Хотя, да! Недавно мы ездили на остров Чеджу! И там я, возможно, слишком расслабился! Я ел все подряд! И сам не заметил, как превратился в поросенка! Ты всегда много кушаешь! Да, так и есть, но даже не знаю! Видимо, местная еда оказалась особенно питательной! И вся отложилась на фигуре! Ты даже попробовал со мной черные свинины! Да, точно! Она оказалась очень вкусной! Сегодня нам будет трудно! Ох, Бан Чан и Сын Мин! Они оба напоминают собак! Сын Мин вылитый щенок! А Чан будто огромный пес! Оба как дурашливые щенки! Ты в последнее время очень довольный! Что? А, знаешь, в чем дело? Обычно, чем больше я задумываюсь, тем мрачнее становятся мои мысли! А в последнее время мы так сильно заняты работой, Что не остается времени заморачиваться! Чан занимается почти всем, от мелодии до аранжировки! В общем, времени на раздумья нет! Еще мы скоро поедем в Японию! Поэтому я смотрю аниме! Чтобы хоть как-то подтянуть японский язык перед поездкой! Из-за того, что у нас много работы, Некогда нормально учить японский! Очень вкусно! Скажи ведь, тут мят! Мят потрясающе вкусный! Прямо сота целиком! Из-за того, что у тебя так много работы, Я с утра стараюсь к тебе не лезть! Вообще, по утрам я держусь от тебя подальше! Почему? Ты не в духе по утрам! Именно с утра? Да! Даже сейчас? Да нет, раньше! Сейчас ты по утрам довольный и расслабленный! А вчера? Вчера все было хорошо! Мы ведь с тобой даже не пересекались! А, да, точно! Я хотел выспаться! И ушел подремать в другую гримерку! Ты отснял сольную сцену и ушел отдыхать! Да, точно! Не надо было всю ночь сидеть! Я вчера впервые за долгое время просидел всю ночь! А вот раньше, во время промо и прочего, Я засиживался до ночи даже без необходимости! Тогда я становился очень раздражительным! Ты даже кофе не пьешь! Кофе горький и невкусный! Раньше я и сам терпеть его не мог! Раньше они часто ссорились! Сэн Мин сильно раздражал Чана! Да уж! Чан Сэн Мина тоже очень раздражал! Хотя нет, я неправильно выразился! Просто Чан часто его дразнил! Да, провоцировал! Такое ощущение, что Чан постоянно провоцирует Сэн Мина! Точно, точно! Когда Сэн Мин начинает раздражаться, Чану будто становится легче! И он успокаивается! Его это очень забавляет! И Сэн Мин ему кажется очаровательным! Хотя Сэн Мин тоже считает Чана очаровательным! Я не шучу! Он меня вообще не слушается! Как на тренировках, так и в любой другой ситуации! Каждый божий день! Все время меня дразнит! Ты же всегда начинаешь первым! Я что? Неправда! Ты начинаешь первым! Не начинаю! Да, ты всегда начинаешь первым! Все, что мне остается, пытаться тебя переиграть! Из-за тебя я стал боксерской грушей! Что? Я как боксерская груша! В смысле? Боксерская груша! Боксерская груша? Как бы объяснить! Меня все подкалывают! Честное слово! Так это же здорово! Очень забавно! Впрочем, я спокойно реагирую! Верно! У нас есть очень веселая история! Недавно мы пошли поесть кукбаба! А, ты про слезный кукбаб? Слезный? Почему ты его так называешь? Это было уже давно! Тогда у нас с полшняком шли церемонии награждения! Да, горячее время! И тогда у меня частенько сдавали нервы, когда организация была не на высоте! Кроме того, у нас было очень много работы! Тогда мы с Эмином пошли поесть кукбаба! Тогда мы вроде записывали Waiting for Us, да? Да! А Эн еще отказался с нами идти из-за диеты! Да, да, точно! Сначала мы съездили на танцевальную тренировку, потом пошли в зал, так что был поздний вечер! Где-то около 23.00 или даже позже! Мы сели кушать! И тут я вдруг... Расплакался! Да, я вдруг заплакал от напряжения, слезы сами собой покатились из глаз! Банчан редко плачет у кого-то на глазах! А когда мы ели кукбаб, он вдруг расплакался! Тогда я много чего понял и почувствовал! Я осознал, что на его плечах ответственность, о которой я не подозревал! Стэй очень многого не знают! Я сам не знал! И Мэмбери тоже не в курсе, сколько всего ему приходится держать в уме! Откуда нам знать, если он нам не рассказывает? Однако тогда во время еды он расплакался, а я такой... Да, он промолчал! Ничего не сказал! Я такой спасибо сын Мин, что ничего не спрашиваешь! Просто Чан не любит, когда мы за него волнуемся! Абсолютно верно! Ты так хорошо меня знаешь! Я вспомнил об этом, поэтому подумал, ладно, пусть выплачется и не стал ничего говорить! И молча ел свой кукбаб! Хотя Чан его доел быстрее меня! Просто было очень вкусно! Да, вкусно! Невероятно вкусно! И поздно вечером вообще божественно! Наверное, еще потому что я расслабился, слезы сняли напряжение, и мне надо было подкрепиться! Если бы Айен пошел с нами, ты бы вряд ли расплакался! Да, ты прав! Верно? Да! У них обоих сильный характер! Сын Мин вообще спокойный, его не просто выбить из колеи! А Чан, даже если нервничает, пытается с собой справиться! Да, он берет себя в руки! Даже если на это уходит несколько дней, он все преодолевает! Это демонстрирует силу его характера! А Сын Мин делает все по-своему! Да! Так круто! Настоящий хип-хоп! Точно! Мне было очень неловко! Обычно, когда кто-то плачет, принято узнать почему, спросить, что случилось, и утешить! Обычно все бросаются утешать! Но причина его слез была настолько очевидна, что... Я не стал его утешать! Почему же? Ты же этого не любишь! Правильно! Ему не нравится, когда мы о нем беспокоимся! Потом я не то чтобы жалел! Но думал, зачем я так разревелся! Надо было запереться в туалете и поплакать там! Как же я так не сдержался! Я хотел быть вашей опорой! Я не собирался откровенничать с вами о своих проблемах! Мне хотелось, чтобы вы могли на меня положиться! Честно говоря, с какой бы стороны мы тебя не видели, ты всегда будешь нашим лидером и хеном! Я же вдруг не начну из-за ерунды считать тебя плаксой! Ты всегда был очень надежным! Понимаю, о чем ты! На тебе оказалось гораздо больше ответственности, чем я думал! Вообще, мне кажется, что тебе я открылся! Со многих сторон, которых не показывал другим мемберам! Я не горел желанием это знать, но он во многом мне открылся! Даже когда мы собираемся все вместе, иногда я чувствую себя одиноким! Если тебе одиноко в нашей компании, значит, ты и правда одинок! Они ведь очень разные! Они отличаются и довольно сильно! У них мозги работают совершенно по-разному! И по характеру они не слишком хорошо сочетаются! Они несовместимы! Однако из-за конфликтов в прошлом, они нащупали обоюдные границы! И теперь благодаря этому могут без опасений друг друга подкалывать! Раньше оба упрямо стояли на своем! Было бы ради чего! Они постоянно спорили и ссорились, отстаивая свое мнение! А теперь оба научились договариваться! Да, и уступать! Верно? Верно! Верно! У нас у всех бывают периоды, когда нам грустно и мы не в духе! И в эти дни, в такие дни, Чан с Эн Мином всегда начинали препираться! Когда одному из них грустно! Да, да! Раньше так и было! А теперь один другого начинает подкалывать, и спор быстро превращается в шутку! Сэн Мин бегает и орет! А Чан вздыхает и смеется! Мне кажется, я тебя подкалываю куда больше других мемберов! Знаешь что, если честно, сейчас ты прекрасно чувствуешь мои границы! Раньше ты часто меня дразнил, не понимая, что я обижаюсь! А сейчас ты уже точно чувствуешь, когда надо остановиться! Даже слишком точно! Тем не менее, сейчас, когда я раздражен, а ты начинаешь меня дразнить, или пытаешься меня подкалывать, как бы выразиться! Я просто стараюсь воспринимать все спокойнее! Вспоминая о прошлом, я до сих пор не понимаю, почему так резко на все реагировал! Мне кажется, у тебя развилась способность воспринимать шутки! Теперь мемберы постоянно тебя дразнят! Я уже просто смирился! Да и сами шутки безобидные! Кто заставил тебя смириться? Да все, мне кажется! Все меня дразнят, не переставая! А Айен? Даже он? Айен? Ну, у нас с Айеном свои особые приколы! Я вдруг вспомнил кое-что забавное! Когда мы вместе собираемся, Айен постоянно что-то проливает, верно? Мне кажется, он почти ежедневно что-то проливает, вечно что-то сбивает, опрокидывает или проливает! И мы дружно за этим наблюдаем! Когда он что-то опрокидывает, у него такой растерянный вид! И мы с тобой сразу переглядываемся! Да, сразу! Интересно, он в курсе? Просто он такой миленький, абсолютно очаровательный! У меня в памяти сразу всплывает картинка этого милого растерянного Айена! Это так забавно! У нас с Айеном полное взаимопонимание! Мы с тобой сразу переглядываемся! У Чана нет отрицательных черт, но иногда он меня раздражает! А уж его лицо по утрам! Эй! Хочется убежать от страха! Да не так уж все плохо! Даже сегодня в гримерке! До съемки Чан занимался музыкой! Поэтому он пришел в кепки! Со всклокоченными волосами и с голым лбом! Зрелище было просто вау! Как только я снял кепку, Сунмин просто повалился от кохота! Но мне и самому было смешно! Иногда Чан бывает очень милым! Например, когда он заплакал на концерте! Я гляжу, он ревет и такой... От нас отмахивается! Чан сказал, что ему грустно себя видеть в таком состоянии! Я его понимаю! Правда? Я не говорил, что мне грустно на себя смотреть! Просто мне часто говорили, что это грустное зрелище! Мне было грустно это слышать! Правда? Ой, и Чан Бин тогда тоже! Да, Чан Бин тоже расплакался! Так смешно! Честное слово! Вспоминая, как мы рыдаем на концертах, можно набрать кучу смешных историй! Таких смешных, что плакать хочется! Сам не знаю, почему я так плачу на концертах! На глазах у тысяч людей! Странно! Тогда я не ожидал, что ты заплачешь! Поэтому, увидев тебя, заплакал сам! Вообще-то Сэн Мин тоже редко плачет! Ох, вспоминаю, как я расплакался на фанмите! Наверное, все потому, что мы очень давно... не виделись с фанатами! Чан, очевидно, уважает Сэн Мина не только за навыки, но и за то, что Сэн Мин продолжает над ними работать! А Сэн Мин уважает Чана... за перфекционизм! Ведь на Чане лежит большая ответственность, точно! Он продюсирует, пишет мелодии, даже занимается мониторингом и микшированием! Сэн Мин его за это очень уважает! Однажды Хану с Сэн Мином надо было подготовить песню к выступлению на Кейкон! Однако у Хана из-за занятости не получилось с ней поработать над песней Дэй Сикс! Тогда Чан занялся ей вместо Ханы! Чану выбранная песня была незнакома! Он плохо знал мелодию и слова, но он за час ее отрепетировал и отлично спел на сцене! Сэн Мин был под большим впечатлением от того, как здорово он справился! И правда невероятно! Как можно так быстро все отрепетировать и тут же исполнить? Его смелость! Да, просто потрясающе! Нелегко так вот взять и выступить! Да! Да и песни не из легких! Наверняка Чан сам сильно нервничал, но он не подавал виду! Он переборол себя и вышел на сцену! Я бы так не смог! Я тоже! И я! У него очень сильный характер! Да! Помнишь, как ты однажды очень сильно при мне расплакался? А, вспомнил! А, на записи! Да, на записи! Я терпеть не могу студию звукозаписи в JYP! К самой компании претензий нет! Просто с этой студией у меня связано столько сильных переживаний! Честное слово! Я целую кучу нервов там потерял! Из-за сильного давления, да? В этой студии было столько переживаний, проб и ошибок! Поэтому студии Чану мне куда уютнее! Тебе же присылали мои записи? У меня там даже голос меняется! Точно, совсем другой! Я чувствую себя другим человеком! У тебя голос звучал иначе, даже когда мы записывались в подвале! Не знаю, почему так получается, но я сразу чувствую разницу! Когда мне присылают записи, мне тоже удобнее работать с ними в своей студии! Если в бутылку с водой налить масло, чтобы было поровну, не важно, сколько ее трясешь, вода и масло всегда... Вернуться на свои места? Да, да! Всегда будет видна разделяющая линия, и так между ними поддерживается баланс! Да, точно! Они смешиваются, а потом возвращаются! Вообще, мне кажется, что они настоящая парочка гагвансов! Да, точно! Ура! Прозвище перекочевало! Хотя нет, они не гагвансы, мне кажется, они тонсо! Тонсо? В каком смысле? Звучит довольно обидно! Ты же не имеешь в виду фу? Не фу, а восток и запад! Тонсо! Восток и запад! Если один человек идет на восток, а другой идет на запад, подождите, тогда они не встретятся! Земля же круглая, поэтому они встретятся! Да, когда-нибудь встретятся, нарежут кучу кругов и встретятся! Ты держишь меня в ежовых рукавицах! Это касается и музыки, и всего прочего! Правда, с чего ты взял? Ты никогда меня не хвалишь! Но меня это устраивает! Критика меня закаляет! И укрепляет мой характер! Знаешь что? Думаю, теплое чувство искренней близости гораздо важнее! Мне кажется, оно поддерживает куда больше, чем комплименты и похвалы! Например, когда мы ели кукбаб! Ты же не спросил, Чан, что случилось? Да, но ты побыл со мной в тот момент! И это само по себе меня утешило! Я ему даже водички не налил! Хотя я дал ему ложку! Разложил сталпетку и положил на нее ложку! Если бы я тогда кинулся утешать... Ой, ты плачешь! Что случилось? Не плачь, пожалуйста, я рядом! Он бы еще сильнее расплакался и разозлился! У нас крепкая, но сдержанная дружба! О, знаешь, что у них общие! Они из одной школы! Я вспомнил! Когда это было? Мне сказали принести школьную форму, поэтому я принес летнюю форму, а у меня не было летней формы, только зимняя! Летом я просто надевал рубашку! Но она мне совсем не подходила! Да, я об этом слышал! У тебя руки все растут? А что? Видимо, да! Просто мы вместе растягивались на тренировке! И у Чаны руки намного длиннее моих! Правда, что ли? У тебя очень длинные руки! У тебя тоже вроде длинные! Короче, когда ты вытягиваешься, они намного длиннее! Повесь хотя бы свою форму! Нет, гораздо смешнее было бы ее надеть! Разве не забавно было бы в нее втиснуться? Ты будешь похож на Геракла! Нет уж! Я приведу себя в форму! Не хочу быть слишком большим! Давай сфотографируемся и разойдемся! Давай! Окей! Милота! Перевод предоставлен фан-сап-группой Окси Лупс! Озвучила Айка! Спасибо за просмотр!